так друзья последняя гастроль и так закончена откроется сборка посылок вот бочки пустые 120 посылок в одну газель не вошли уже грузится 2 а почему потому что никакой халтуры никакой коробочки будь здоров и интересно что саженцы часть из них еще два раза длиннее чем с корнями длиннее чем эта коробка обрезка сильнейшая качественная и только для того не только для того чтобы лезть в коробку это называется предпосадочная подготовка обрезка это святое это придумано в качестве уже для коммерческих саженцев для продажных которые продаются миллионы десятки миллионов но ни одна не обрезана это страшная ошибка то что большинство людей это даже не ошибка это преступление люди не знают что не обрезаны саженец открытыми корнями частично изувеченными это коллега из коллег вот и это чуть ли не единственный питомник где это является нормой где ни один саженец когда приезжают вот я вам расскажу такую историю сейчас отойду чтобы не мешать вот эту историю я рассказываю дважды пусть будет три раза но в разные годы это не все значит знают вот значит на месте это выглядит так приезжают вы как выбираем угощаем выкапываем и вот наступает момент самый главный и так сейчас говорю я или сергей или таня или андрей мы сейчас отрежем половину кроны вот многие понимают начитанная те кто знает меня знают мою технологию особую я так и называю садоводство по железу это все все не так как у людей вот и тогда они спокойно относят когда отрезаю пол кроны ох сейчас показать бы где-то туда наотрезалась сотни саженцев где же они куда они все это дели уже вывезли ладно не будем заморачиваться обычно здесь огромная куча верхней части каждого выкопанного саженца приготовленного ладно потом итак часть людей кто не знаком не с технологии говорят не не надо мы так посадим они видят метровый полутора метровый часто двухметровый саженец ну вот для примера здесь кстати видите уже все выкопано и по-новому посажены видите смотрите где черная земля выкопанный по-новому посажена вот этот еще не выкапался вот он мне по грудь допустим вот сейчас еще пройдемся сейчас я объясню к чему этот разговор так идет идет это так называемая съемка вот этот сажен свыше меня роста естественно что он в горшке допустим так вот объем горшка торчат корни из горшка ну в общем понятно что то что будет привезено хорошо будет разрезан так потом после этого вот видели я вас не обманул смотрите это горшок так вот вынимаем из горшка новый покупатель садит а а крона вот столько вот столько вот столько отрезается здесь практически 60 процентов и тогда садится уже без горшка горшок разрезается на новом месте счастливый клиент и садит а теперь представим себе нет чтобы не не за что я против я не согласен мы ему показываем дорогу знаете куда вон туда там где находится калитка и улица после этого почти все соглашаются но многие смотрят с такой тоской еще пытаются уговорить самая хитрая кто-то его лидол нашаривает дрожащей рукой я их понимаю садит а какой хорошенький какой а он весь цветочек почках я сегодня обманывался все точно почти видели или не видел видели так вот они то думают вот это все уже будет все плодах плодах он все точно почки даже вот здесь у самых верхушек цветочной почки глядите еще это будет плодах черта с два ребят прижиться надо корни отрастить надо если все равно из горшка вытащить все равно частично корни искалечены она через дырки в пили землю они до еще там сантиметров 10-20 корней ниже горшка и тогда это самое хитрое говорят не не отрезайте и лукавым взглядом мы сами отрежем короче их не переубедить и остается жесткое правило которое не нарушалось никогда или до свидания или мы сами вам отрежем такие саженцы видели в бочках вот такие живот плюс добавки еще раз корней а посылка вы видели то ли 90 сантиметров то ли метр вот влазит у них в обрезанном виде и это хорошо потому что сюда же посылки были в два раза длиннее все равно вам и пол крона бы вот это отрезали бы даже не это не задумываясь и не плача вот этот момент я хотел сказать и сейчас еще я рассказывал об этом но не помогу вот это я рассказываю в третий раз тоже но годы прошли в одном случае пять лет то подобный случай был и 8 лет подобный случай вот и так женщина скупая саженцы минусинский слава богу сибирские не туфтовая вот эти нет они еще лучше выглядят два-три метра так жесткие киргизские а выглядят еще лучше другое дело что они все из тысячи умирают еще али нашим людям пофигу они дешевые подумаешь там бутылку водки не допил зато саженец купил а потом его выбросил зато и водки не пил значит трезвее будет как вам логика это моя логика извращенная вернее логика и вот я сейчас хочу сесть в эту самую ноги 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 семьдесят три с половиной я хочу сесть сейчас беседку и продолжить этот разговор потому что потом будет еще один разговор вот я никогда не смогу остановиться а утром я ехал пока я заполняю паузу пока иду утром ехал на машине остановился и крупным планом сфотографировал и снял фильм о самой идиотской работе который можно только делать на улице города то есть даже не там где асфальт не там где я показывал фильме где брусчатка а прямо где газон где растут просто дикоросы деревья из под них выгребает листву этот идиотизм продолжается десятки лет может сотни я не знаю когда это началось какой-то идиот придумал свое время я не назову иначе что это мусор вот я иду а это мусор ни одного листика нельзя поднимать и об этом будет еще разговор но пока на данный момент вот она беседка вы поняли насколько все серьезно вы поняли какие проблемы страшно когда сотни тысяч людей занимается тупой ненужной работы совершенно совершенно не тупой совершенно ненужной и так а кстати видели это соседская курица вот а еще будет разговор про бесплатный гектар потому что оппоненты у меня серьезные давать людям земли нельзя они не смогут освоить и не захотят или просто поленятся это тоже будет разговора пока я заканчиваю разговор на заданную тему если такое выражение